Около года каждый день меня просили снять именно это видео, и до этого дня я ни разу открыто не показывала свою проблемную кожу в соцсетях. Но думаю, что пришло время поделиться своей историей, и вот так выглядела моя кожа раньше. Единственная цель этого видео поделиться своим личным опытом в лечении акне. Здесь ни в коем случае нет призыва к действию проплаченной рекомендации или рекламы, только моя искренняя история. Пожалуйста, помните, что у каждого свои причины возникновения проблем с кожей и разное состояние здоровья и результаты. Ну что, теперь можем начинать. Все школьное время у меня была идеальная кожа, но после окончания 11 класса в 2019 году меня впервые высыпало. С того момента моим главным комплексом стали подкожные прыщи, именно вот эти противные комедоны, которые в итоге не покидали меня три года. И все эти года я не чувствовала себя красивой и полноценно счастливой. Сейчас я помогла сказать, мол, прыщи это фигня, никто не обращает на них внимания, и ты такая же красивая. Но на тот момент я так не считала. В этом, безусловно, есть правда, но на тот момент для меня это было не так, и я реально страдала. Практически каждую ночь я смывала макияж, смотрела в зеркало и плакала. Меня расстраивало мое красное воспаленное лицо. Я не нравила себе, я очень комплексовала, я постоянно сравнивала себя с другими, смотрела на лицо своих подруг, какая у них была идеальная кожа, и завидовала. В то время, как мой лоб под слоем тоналки выглядел как мороженое с орешками. Меня очень злила вся эта несправедливость, и сейчас, пройдя этот этап, я могу открыто об этом всем говорить. Но тогда я не поднимала эту тему и не показывала лицо в худшем его состоянии. И даже мои близкие, увидев мои старые фотографии, не поверили, что моя кожа когда-то была такой, потому что я это тщательно скрывала, но это очень мешало мне чувствовать себя уверенно и иногда даже вести блог. Поэтому я прекрасно понимаю, что чувствует каждый, кто страдает сейчас от акне, потому что я сама это прожила и понимаю, через что вы проходите. Моя борьба с прыщами началась с похода к косметологу и бесконечных чисток. Честно, тогда я думала, что произошла какая-то ошибка, мне сейчас выдавят все прыщи, и я навсегда об этом забуду. Но я сходила на чистку раз, два, десять, и ничего не менялось. Каждый раз я просто возвращалась с красным лицом, полным болячек, и ждала по несколько дней, чтобы это прошло. А как вспомню ту боль, когда тебе выдавливают прыщи по всему лицу, это нереальная боль. Я помню, что плакала одновременно от того, что у меня непроизвольно текут слезы, и от того, как мне грустно и жалко себя. Но когда я поняла, что чистки не приносят мне результата, а лишь в очередной раз травмируют мое лицо, создавая рубцы, косметологи мне начали рекомендовать пилинги. Тогда я соглашалась на все, лишь бы снова увидеть чистое лицо, но несложно догадаться, что и они не принесли мне результата. Моя кожа лишь истончилась, стала очень чувствительной, и к тому же нарушился кожный барьер. Сейчас я отношусь к косметологии как к чистому бизнесу и пустой трате денег, но это лично мое мнение, возможно, кому-то они принесли более позитивный опыт. Далее я подумала о том, что проблема где-то внутри, и задумалась о своем питании. Какое-то время я месяцами придерживалась правильного питания, как и все, пила много воды, ограничила себя от сладкого. Результат никакой. Конечно, бывали времена, когда лицо становилось чище, лучше, но это все временная история, и периодически меня все равно высыпало. Параллельно за эти годы, мне кажется, я перепробовала всю косметику, американскую, израильскую, аптечные мази, болтушки, кислоты, ретинолы, все-все-все. И это также не приносило долгосрочного результата. В следующий этап моей борьбы я сдала множественные анализы, кишечник, желудок, гормоны, паразиты. Ни в каких показателях не было отхождения от нормы, и в этот момент я отчаялась. Я не верила, что у меня когда-то снова будет здоровая кожа. И теперь я перейду к ключевому моменту, после которого у меня поменялось отношение к лечению акне. Это было лето 2022, и я случайно наткнулась на один подкаст с дерматологом. Если что, какие-то ссылки я оставлю где-то на видео, либо в описании, кому интересно, посмотрите. Но я хочу перечислить некоторые тезисы оттуда, которые для меня стали инсайтами. Во-первых, кожа — это отдельный орган, и акне — это воспалительное заболевание кожи. И благодаря своему же опыту я задумалась, зачем лечить кишечник, желудок, если нужно лечить кожу. Во-вторых, лечение акне может быть как наружу, это различные мазалки, и внутренним, то есть прием препаратов. Я уверена, что избавиться от прыщей можно и правильно подобранными дерматологом, мазями, кремами. Я встречала много девочек, кто так вылечил акне, и кому подошел такой способ. Но мне уже не хотелось снова что-то пробовать, мне уже не хватало терпения. И я решила лечиться системными ретиноидами. Перед этим я прошерстила от и до интернет, изучала эту тему, у меня было много страхов, установок по поводу них, я думаю, как и у многих. Но большинство из них оказались мифом. Например, насчет списка побочек. Чтобы вы понимали, он такой же, как у парацетамола, но самое главное при приеме, мне кажется, любых лекарств — это правильная дозировка. Поэтому очень важно сначала консультироваться с профессионалом, с врачом, который правильно вам подберет лечение и высчитает вам правильную дозировку, в зависимости от вашего веса и состояния. Так же поступила и я. Изучив всю эту тему, я твердо решила, что хочу пропить акнокутан и пошла к дерматологу. Она мне все объяснила, просчитала и выписала нужные мне дозировки. Так что да, главный ответ на вопрос, как я вылечила акне — курс акнокутана. Есть и другие подобные препараты. Например, может быть, вы слышали про ракутан. Для тех, кто не знает, как это работает, прыщи появляются на нашем лице из-за излишнего выработка кожного сала. И вот эти препараты, системные ретиноиды, они уменьшают размер сальных желез, тем самым выработку вот этого жира. Отсюда, кстати, исходит самая главная и единственная побочка, которая была у меня — это сухость кожи. У меня были очень сухие губы, очень сухие руки, и голова могла не жирниться неделю. Что на самом деле было очень даже классно. И в целом эта проблема с сухостью для меня была уже незначительной на фоне моих страданий с высыпаниями. Если вдруг вам назначат ретиноиды, очень важно перед их применением проверить в целом состояние здоровья и организма. Потому что если вдруг у вас есть явные проблемы, надо сначала вылечить их и потом начинать курс. Но так как у меня все было хорошо, мое лечение прошло без каких-либо осложнений и побочек. Пожалуйста, поймите, что это не волшебная таблетка. Их нужно принимать правильно, под наблюдением врача, и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Так вы можете только навредить себе и своему организму. Считаю еще очень важно предупредить, что во время приема ретиноидов нельзя беременеть или быть беременной. Очень надеюсь, что каждый врач вас будет предупреждать об этом. Но, как я помню, после окончания курса в течение 4-5 недель препарат выводится из крови, из вашего организма. Теперь, перед тем, как поделиться своими результатами, я бы хотела подытожить. Не занимайтесь самолечением и сходите к профессионалам. А лучше не к одному, а к нескольким, чтобы найти того, кто вам понравится. Системные ретиноиды — это не волшебная таблетка. Их нужно правильно пить на здоровый организм и по назначению. Изучайте всегда, пожалуйста, все побочки и предупреждения врачей. Здоровье — это самое главное. Не воспринимайте мои слова как единственную истину. Я лишь делюсь своим опытом и знаниями. У вас может быть совсем иная ситуация и результаты. Ну что, теперь наглядно покажу, как менялась моя кожа за время курса. К слову, он у меня занял 11 месяцев, потому что у меня была небольшая дозировка. Но делиться цифрами я не буду, потому что, опять-таки, это сугубо индивидуально. 3 сентября 2022 года я сделала фото до, и в этот же день начала прием. Уже через 2 недели я начала замечать, как улучшается мой барьер кожи. Она стала плотнее, и когда я умывалась, я впервые за долгое время руками почувствовала, как воспалений становится меньше. Через месяц я заметила, как кожа становится все ровнее. Оставалось еще немного высыпаний на лбу. Через полтора месяца уже не осталось прыщей, но хорошо были видны постакны. Кожа становилась все здоровее и даже сияла. Через 2 с половиной месяца, как вы видите, уже даже постакны стало меньше. Тон кожи стал еще более ровным. С декабря я уже не делала фотографий для вот этого отчета, потому что кожа уже была хорошей. С того момента и после окончания курса, а я закончила его полгода назад, у меня не появлялось прыщей, воспалений, даже ушли все постакны. С того момента я по сей день смотрю в зеркало и не могу нарадоваться. Я хочу, чтобы ты, кто смотрит это видео, знал, знала, что ты не одна, что акне излечимо, что все возможно, и что у тебя все получится. Главное не останавливаться. Пусть у всех вас ваша кожа как можно скорее станет здоровой и сияющей. Честно, это было очень сложное видео для меня. Я его долго откладывала, но я не могла его не снять, потому что мне было очень важно поделиться своей историей, своим опытом. Возможно, хоть одному человеку, который посмотрит это видео, оно чем-то поможет. Большое спасибо всем за просмотр, за ваши ожидания. Если вы тоже через это проходите или уже прошли, то делитесь и своим опытом в комментариях. Я думаю, многим будет интересно почитать. Еще раз всем спасибо и пока!